да не то слово это счастливый круг ну что давай срывай даю точные координаты где растут вот это да дорогие друзья приветствую вас 15 августа 2022 год и у нас сегодня грибной тур в калужскую область возможно даже уже и заключительный тур потому что впереди засуха 32 35 да и сейчас она уже длится достаточно немалое время и сегодня у нас интереснейший выпуск мы будем сегодня собирать такой урожай который вы привыкли видеть в основном от меня там однодневные либо двухдневные поездки с шикарным урожаем грибов ягод то есть такие хорошие такие масштабы попробуем сегодня вот сделать это на грибном туре сегодня собирал специально людей к говорил что все должны быть выносливые только выносливые сегодня едут на грибной тур не выносливых не беру потому что придется трудиться работать пахать чтобы сделать хороший шикарный урожай и давайте посмотрим что из этого вышло выдержит ли наши сегодняшние грибники на грибном туре это испытание или нет или сдадутся поехали гулять смотрите от начала до конца получаете максимальное удовольствие и ставьте лайк если понравится погнали ну что будет у нас сегодня супер грибной тур ну что два зонтика ларис давай срывай алиса скажет пока не знаю раз нормальненький надо еще помоложе нам найти совсем закрытой будет вообще идеально посмотрим так так то вроде ничего о цвет хороший есть поваленная елка скорее всего создает тень кстати в ней может быть тоже какие-нибудь грибы надо сейчас будет посмотреть в общем есть пару зонтиков а можно прятаться от дождя которого нет в данном случае сегодня от солнца будем прятаться по ходу зонтики нашли дождь пойдет может быть улитка на дереве красота сказка да не то слово это счастливый круг да даже вот там вот еще друзья я понял как можно сэкономить деньги и не тратить их покупая зонты в электричках вот он зонт просто в лесу идете в лес и находите вот такой зонт но сейчас конечно может быть он еще не актуален потому что у нас вместо дождя солнце но от солнца спрятаться вот за таким вот ой он правда хрупкий срок хранения у него срок годности у него не такой как у тех что продают ну вот спрятаться вот так вот можно будет от этого от солнца от конкурентов вот если они захотят приблизиться посмотреть кто это за гребнику спрятался просто идешь вот так и это ну на крайняк вот так вот можно прям конкурент увидел так вот это просто гигантский грибок я даже вообще в шоке это книга не грибок это гребище вот как показывают посмотрите на все тело мою закрывает посмотрите огромный нужен конечно перерост и так что вот вам лайфхак как не покупать зонты в электричках ну как грибалка то у нас движется движется сейчас она задвигается более активно аккуратно прям об об это маленькие ну ладно да а вон там он смотри вот это уже что-то интересное так а там дальше кто сидит у нас лариса сейчас мы посмотрите посмотрите сколько давайте вот это да это я понимаю как так после дождей не было гриба а сейчас идет это засуха и они просто лезут и свежачок причем вот это вообще гигантская вот это да ну в общем вот они так а чё там ларис у тебя даже здесь есть даже вон смотрите вот здесь под поваленными этими деревьями ларис счете там уже корзина полная смотри у меня все нормально не ходите ко мне вот тогда слева вот этой берите вот здесь вот здесь я вижу точно 34 где-то а корзину лучше сзади оставить вот это фантастика друзья общем косим косой вот такой смешанный лес на самом деле видите друзья солнышко сейчас встал уже елочки орешник березки сосенки все есть смешанный лес так у нас зонтики здесь собираются лисички вот какие лисички здесь красивые да да толстенькие ну это не то слово у вас не вот и еще у нас вот здесь еще на полянке где-то десяточек наверное около того да да уже хорошо какая лисичка толстенькая ну чё иду зонтики снимать так зрителю показал лисичку а тут зонтики ой какая красота прям корзину чуть убирай на это сказка вот эта семья ну что мама с дочкой или отец сыном это просто шикарная находка вот это да друзья ну что давай срывай эту сказку давай дальше фантастика сегодня грибники в нокауте от таких полян как в засуху такие поляны стоят смотрите рядочками прямо вы только посмотрите на эту белую лисичку а вперед вот сюда и здесь стоят и вон стоит и вот стоит и там стоит у нас сегодня все стоит друзья это самое главное залог успеха смотрите здесь и здесь уже уже сорвали не выдержали эту красоту а там кстати рядышком это это под грузда чик вот эти белые подгрузки а вот это лисички в общем все косите вот с этих вот с этих у меня нет там не лисичка точно говорю точно говорю вот с этой эти те закругленные эти подгрузки ну что там у нас зонтики вон отсюда видно лисички ну нормально вообще я скажу что мы даже не ожидали что в засуху только говорю что поляны попадается эту комнате поляна так здесь здесь дальше вон еще там две я вижу офигеть вообще я понимаю грибалочка у нас тут а еще малины соберем помимо орехов орешек столько набрали еще можно набрать будем все набирать их так много что даже зверушки ему останется чтобы особо беспокоящие за зверушек люди не переживали что они останутся голодать зверушки у нас же лазит по тоненьким орешком в основном белки им тоже а я шучу красотища друзья и посмотрите ежевика лесу дико вкусная уже спелая особенно вот эту хочу лариса бери там внизу со внизу самое отдыхаем сейчас за малину идем жарко до сегодня жарко колючая горада ну да вот эту красную надо черную брать да которая черного вкуснятина ходим бродим и попадаются у нас ежовики желтые сместили сместились немножечко перешли в другой лес и посмотрите какие яркие красавцы посмотрите вот это прям сочники также попала сыроежечка тоже толстоногая красиво еще вот один ежовик очень яркие да это горчак походу дальше смещаясь сюда вот такой вот мог красивый сухо конечно и попадается еще вот такой вот красавец но именно здесь хоть какая-никакая влага и посмотрите друзья вот это шикарные грибочки друзья и все-таки чудо существует ну что ловись показывай свою находку вот здесь вот болотистые местности посмотрите что она находится и это под березовик болотистый но такое на темный такая ножка темная шляпка это просто красавчик вот это да чистенький будет идеально ну-ка я ко мне я зрителю прям покажу смотрите чудо такое маленькое бонусик это кто там в кустах ларис собирает малину с ежевикой я тут тоже уже набрал неплохо малинки вкусный а тут попадается вот такой кустище черной спелый дикой ежевики смотрите размер как на югах прям о нежная прям течет наверно вот так как то аккуратно надо смотрите вот это ягодки смотрите здесь черные черные офигеть как красиво спелая спелая наливная вот это да это я понимаю вкуснятина спелая приспелая ежевика которую собирать не так легко потому что она мнется приходится вот так пальчиками нежно-нежно который еще коричневая потверже она тоже кстати вкусно смотрите друзья что это за паук оба сливается маскировщик паук друзья малина с ежевикой в перемешку и посмотрите сколько там малины все просто в ягоде усыпано собирая не хочу и мы будем собирать эту всю вкуснятину а следующая остановка друзья ореховая так и называется ореховая даю точные координаты где растут друзья вот смотрите как орехи собираем видите вот так вот машина высокая позволяет орехи прямо отсюда собирает но там я еще орешек вижу не знаю как я дотянусь до туда по ходу надо вот так вот делать еще ореховая рулит просто рулит но это за считанные не знаю секунды смотрите сколько орехов вот срывай вот он давай 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 вот я прям камеру да там еще 23 да слушайте вон 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 все висит смотрите обалдеть еще даже внизу внизу вот здесь вот это вообще халява вот так сейчас у нас будет настоящий лесной орех на новый год холодильничек и в год место покупного фундука настоящий фундук самый вкусный молочный друзья представляете по лесной дороге едем я понял что это мята посмотрите обалдеть как пахнет запах это мята офигеть букетик дорогие друзья и наш поход грибной тур завершён но и посмотрите на это чудо это сумасшествие в засуху посмотрите казалось бы только лисички да ничего подобного зонтики подберезовик маслята лиственничные сыроежки лисички потом также попадаются ежовики вот они вот тоже ежовик смотрите обратите внимание это все ежовики желтые орехи лесные малина с ежевикой причем здесь одинаково просто под конец малины побольше было если там копнуть там очень много ежевики вот 50 на 50 и конечно же лесной орех просто валом у грибников просто сыпется корзины от урожая от такого шикарного урожая ну расскажите как вам грибной тур сегодняшний в засуху все отлично все отлично но видите мы самое главное что вы довольны это просто супер мы собирали очень долго у нас тур продлился 11 часов с передышками с отдыхами но мы справились мы справились поэтому если вам все понравилось друзья то ваша подписка на мой грибной канал будет для меня приятным бонусом а ваш лайк и комментарий помогут данному фильму продвинуться в поиске его посмотрит еще большее количество людей которые точно так же как вы порадуется увиденному ну а за красивыми фотографиями заходите ко мне в инстаграм смотрите наслаждайтесь все необходимые ссылки в том числе на инстаграм да и вообще на все соцсети я как всегда оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании под видео но я же с вами прощаюсь до новых встреч пока пока увидимся прощаются наши туристы сегодня грибники все друзья вы у меня самые лучшие пока до новых встреч купил вкусную дыньку будем пробовать удачно ли я выбрал вот почему-то на сто процентов уверен что выбрал удачно и вот три часа делов и вот такие вот орехи чистил ну да где-то два с половиной три часа вы только посмотрите на это чудо это вкуснятина это витамины это белок растительный белок ну что будем дегустировать дыньку друзья сейчас будем пробовать вкусную дыню который я купил вот чищенные орешки посмотрите сколько получилось это только я один собрал в тут малинка свежевик и сейчас покушаю часть заморожу аромат просто необыкновенные орешки обалденные хочу сразу вам сказать просто великолепные вкусные и крупные смотрите вот это я понимаю вот это настоящий фундук настоящий грецкий орех который я очень люблю крупный весной орех фундук восхитительно ну и я очень неплохо выбираю дыни пришел в магазин почувствовал что это дыня великолепная сейчас жара и хочется кушать именно ее давайте порежем посмотрим можно вот так вот резать но я вот так наверно буду так удобнее дать посмотрим с вами но у нее запах офигенный цвет такой вот медовый я воспринимаю только дыни торпеда другие дыни я не воспринимаю стараюсь аккуратно резать потому что снимаю на столе съемка идет до чтобы не было тряски видео смотрите что творится смотрите какая дыня какую дыню я выбрал офигенно я уже вижу что это сок я думаю нам достаточно этого количества так возьму я тарелочку такую небольшую так вот это все немножко сдвину иначе это будет мешаться дынку положил вот так уж чтобы вы видели эту красоту смотрите прямо вот этот кусочек сейчас будем пробовать удачную ли я дынку купил дыню воспринимаю только торпеда настоящая дыня самая офигенная самая вкусная у меня мама иногда там покупает колхозницу будет но это тоже классно нет не классно не гибридные не колхозница не нравится это все не то вот это вот дыня настоящая это супер удачная покупка просто мед она даже не хрустит она как мед просто нежная вкусная вся течет фантастика сейчас пол дыни за раз съем так как у меня все в отпуске я дома один сейчас буду кушать это просто сколько угодно не надо никому ничего оставлять все сами съешь великолепно еще арбузика надо будет удачно также купить ой вкусная какая малина ежевика просто обалденно ну да не конечно слаще хотя малина настолько вкусно с ежевика что даже после дыни что обычно очень редко бывает они все равно вкусные вот такой у нас очень вкусный сегодняшний ужин если даже возможно это и заключительный тур то он прошел просто великолепно с таким урожаем хочется кушать прямо вот так вот объедаться но так как идет съемка кушать буду прилично а так я прям уже сейчас бы наверно пол дыни бы съел настолько вкусная поэтому этот тур друзья заключительный был очень успешным и мне очень нравится когда на грибные туры приезжают люди с хорошей выносливостью которые готовы ходить потому что я очень очень не люблю нытиков не люблю тех кто там часик два походим и домой это не ко мне у меня грибные туры проходят полноценно если человек хочет посмотреть собрать урожай посмотрев мое видео где говорит у тебя там и ягоды и грибы еще что-то то необходимо конечно очень очень много трудиться стараться вот и сегодня не каждый выдержал это да слава богу я давал возможность отдохнуть вот поэтому так когда я один конечно там у нас совсем по-другому все происходит то есть я себя не жалею с утра до вечера просто пашу собираю ягоды потом грибы один раз только вечером за весь день кушаю то есть это только таким образом возможно друзья невозможно это сделать налегке потому что сейчас например последняя малина ежевика только пошла то есть соответственно ежевика еще не пошла массово малина уже последняя насыпется поэтому у нас вот такой вот трудовой сегодня сбор но зато очень очень урожайный и поэтому каждый кто думает что все легко все удается легко все просто и придя на грибной тур мы соберем вот так вот на одном дыхании все это налегке этого не будет такого просто не бывает все такие сборы с таким хорошим урожаем они всегда трудовые все друзья удачи вам успехов во всем пока пока